Осень. Великолепное время, да? Многие его недооценивают, что-то грустят, да, что лето кончилось. И я, Ташка, когда-то тоже реагировал на осень так же. Вот лето типа кончилось, пиздец. Пора грустить. Нет, не пора грустить. Сегодняшнее... Вернее, осень этого года воспринимается как что-то само с собой разумеющееся. И не навевает на меня никакой грусти. Хотя одни стали короче, но меня это не волнует. Сейчас 18 часов, а уже какая-то полутьма идёт. Вокруг листья, иголки, из-за страшного ветра рассыпано везде. Ещё и шишки налетели на дорогу. Вот это будет интересно. Вот. Короче, осень, да? Не время грустить. Радость ощущаете до осени. Хотите погрустить, вам тут прикольно, вот радостно. Есть такое, что от грусти радостно. Тогда надо грустить. А так чё? Чё выебываться-то зря. Вот. А раньше, в прошлый год, тоже пиздец был, да? Ужас какой-то. Такое в нытьё впадал каждую осень. Не хотел ничего делать до зимы. Так продолжался зимой. И только в феврале, где-то в феврале следующего года оттаивал. Это такой пиздец, да? Ну его нафиг. Ну была причина, казалось, не была причина. На самом деле причин не было. Причина, если бы была, она бы осталась. Но я выдумал себе причину и грустил по поводу неё. Вот. Это совсем маразматично, на самом деле. Никак такое не делайте. Думайте, что вам надо. Вы его визуализируйте, как я говорил. И в визуализации вы всё поймёте. Что вам на самом деле надо? А что, если даже вы получите, вам будет не надо? Так я то и вот я грустил по надуманной причине. По-моему, шесть лет ровно, да? Пять где-то с половиной. В этом десятилетии. И где-то полгода в прошлом, наверное. Или год. Я уже не помню. И выдумал себе причину, да? Вот. А мне, если бы я даже получил это всё, мне было бы совершенно это не надо. Вот такие дела. Так что всё внимательно перепроверяйте каждый раз. О чём грустить, что вас завлекает, да? Возможно, это какая-то хренотень. Если честно. И ничего хорошего вам от неё не ждёт. Ну, где-то хорошо описывалось, по-моему, у Заланда, да? Что это чужая мечта. А вам могут привить чужую мечту. Типа, ты так должен жить. Вот так живут все. Жить надо, как хочешь, да? А не как кто-то что там вякнет, подвякнет. Выебнется, перевернётся. Потому что, как ты говорил, в видео тоже. Люди, они что делают? Люди, они, короче, на голове стоят. Переворачиваются, на голове стоят, а потом падают. И так постоянно, да? Потом опять на голову встают, да? И стоят на голове, а потом падают, переворачиваются, да? А могли бы нормально жить, короче. Вместо этого они на голове стоят и падают постоянно, да? Я брат потом переворачиваюсь, чтобы опять нагло устать. Это такой маразм. Я такое не понимаю. Так что не будьте как все, будьте как вы сами. Вот. Надо определить своё от чужого отделять. В том числе и желание навязанное. А рельсы-то испиздили, короче. Ну а дорога зато стала шире, смотрите. Вот там была дорога вот такая. А теперь вот такая. Вот. Дорога стала шире. В два раза. За счёт того, что рельсы испиздили. И это тоже хорошо. Пусть нафиг они мне были нужны, на самом деле. Я просто не ушёл, привык к ним, что они лежат. А теперь тут просто дорога, достопримечательность никаких.